всем привет и добро пожаловать на мой канал сегодня у нас очередное видеоролик который посвящен теме подготовки к отправлению в роддом и к рождению моего малыша сегодня буду вам рассказывать что же я упаковала в свою сумку в роддом то есть это те вещи которые я беру для себя как для мамы и что я беру с собой для своего мужа то есть это наши вещи видеоролик с вещами для малыша у нас записан отдельно так что этот ролик сможете посмотреть отдельно но сегодня о тех вещах которые необходимы для мамы это сама сумка сумка моя на самом деле я ее купила несколько лет назад это сумка gucci покупал ее в то время когда в моде были просто огромные сумки вот для ежедневного пользования сильно ей не пользовалась потому что по итогу я поняла что это естественно неудобно но силу того что это очень качественная вещь очень крутая сумка для таких небольших передвижений то конечно же она мне вот в этом в этом случае сильно поможет и вот будет будет у меня такая замечательная качественная брендовая красивая сумка которую я смогу взять собой для себя в роддом так ну давайте же начнем а и второе значит сколько сумок мы в общем берем первое это моя сумка у мужа будет его рюкзак и для общих вещей у нас вот такая большая спортивная сумка для путешествий которые мы также берем в общем и в целом так что же я положила я положила вещи которые могут понадобиться с точки зрения там хранения использованных вещей либо остатков еды и так далее так далее то есть это я беру обязательно пакеты пустые пакеты в которые можно будет поместить какие-то использованные вещи там гигиены для души или неважно что чтобы то ни было в общем пакеты это всегда хорошие идеи так также я беру с собой по списку роддома сланцы или тапочки в душ для мужа и для себя чтобы не идти в душ голыми ногами это у нас в преднем кармане сбоку я положила все возможные провода зарядки и так далее в рюкзак мужа также отправился у нас не знаю будет ли он брать свой компьютер или нет но точно я положу свой ipad хотя может быть я положу ipad в рюкзак малыша там есть специальный прекрасный карман в который это можно положить в общем будем смотреть как пойдет еще по рекомендации роддома у нас здесь есть комплект для родов не имея ни малейшего понятия что здесь судя по картинке и судя по цвету это какие-то хирургические истории ну это наверное какие-то такие пеленки которые тебе понадобятся в в родах то есть этот комплект и отдаешь доктору и все его ты не видишь уже потом до самих родов и доктор в общем то там уже сам с ним разбирается также роддом рекомендует брать с собой домашние тапочки то есть у меня есть две пары одна для мужа другая для меня их также я беру с собой потом есть целая история с полотенцами роддом не предлагает нам свои полотенца в душ поэтому тут маме рекомендуется взять как минимум два-три полотенца ну и следовательно папе то же самое и в силу того что у нас в роддоме мужья отцы они остаются могут могут оставаться ночевать вместе с мамой и с малышом в палате и особенно если это частная палата или семейная палата то в общем то конечно же и о его полотенце нам нужно позаботиться поэтому я беру с собой достаточно такие пользованные старые полотенца которые вполне возможно я после посещения больницу выкину вот потому что как всем известно или не известно после родов у женщины очень обильное выделение крови и так далее следовательно я не знаю захочу ли эти полотенца брать обратно домой поэтому эти полотенца мне не жалко будет выкинуть и освободить место в сумке которая может быть будет немного легче по возвращению домой чем по отправлению в ротом также я положила для себя для своего комфорта салфетки которыми я пользуюсь в принципе ежедневно и без них вообще не представляю свою жизнь поэтому эти салфетки также у меня присутствуют в сумке так дополнительно здесь в этой сумке общая так как она у нас здесь одежда моего мужа то есть я для него взяла носки две футболки толстовку из петербурга он еще привезет и свои треньки то есть еще пара пара тренинг также будут вот в этой сумке что еще из такого из такого что нету списке но я для себя беру я для себя беру обязательно еще одно большое вот такое вот полотенце которое я постелю на свою кровать в послеродовой палате под простыню для чего так как в роддоме естественно по всяким санитарным нормам все кровати они покрываются водонепроницаемыми материалами ну грубо говоря каким-то пеленками то лежа на этой кровати ты просто жутко потеешь во первых ты потеешь от этого синтетического материала этой кровати во вторых ты потеешь от гормонов то есть всплески гормонов и изменения в твоем организме после родов они собственно способствуют тому что ты сильно потеешь зная свой организм я понимаю что на меня это будет влиять очень сильно поэтому я беру отдельное полотенце которое постелю на эту пеленку под свою простыню и таким образом постараюсь сделать так чтобы мне было намного более комфортно лежать и спать на этой кровати так дальше что же у нас тут еще есть из моих любименьких господи я надеюсь что мой муж это видео не смотрит потому что судя потому что у меня в сумке я ну как-то понимаю что мой имидж богини и сексуальные королевные он будет разрушен потому что в этой сумке у меня мега прокладки и в этой сумке у меня мега памперсы в этом случае памперсы и прокладки не для малыша а для мамочки то есть для меня это какой-то капец причем мозг мой сдавило таким образом что на этой неделе когда я собирала эту сумку я чё-то так вот обратила внимание на эти несчастные памперсы которые я в своей жизни в руках не держала ранее и мне блин стало так интересно что же тут происходит и как каково вообще ходить вот в таком памперсе в общем позор позорище но я один день вернее один вечер решила попробовать как это ходить в этом памперс я делаю этот памперс и спала в памперсе и решила проверить удобно ли мне в нем будет и не будет ли у меня потеть в нем с задницей в общем это лучшие трусы которые на себя натягивал по итогу я проспала в них всю ночь и проходила целый день потому что они были такие удобные прикольные что я решила этот памперс нахер не снимать ну ничего в нем не делала естественно но просто отходила в этом памперсе поэтому я предполагаю что после родов когда у меня будет там не знаю кровотечение чего-то только не будет разорвет меня скорее всего как петарду в новый год я в общем-то смогу одевать этот памперс и и ходить себе счастливая в общем не боясь того что что-то там протечет поэтому памперсы я обязательно беру с собой и намерена ими пользоваться еще и в пострадовой период то есть это шесть недель не знаю все ли 6 недель наверное нет но тем не менее это наверное будет продукт фаворит в моем списке уже точно и наверняка так что мужу моему только остается рекомендация представлять меня в каком-нибудь не знаю там в костюме сексуальные принцессы леи но правда без баранок потому что с баранками как-то мне кажется тоже будет не очень в общем миленькие вот так вот вот так вот трусы у меня теперь вот такие вот старческие памперсы блин но с другой стороны все твоя вина поэтому блин обрюхатил ты меня вот теперь терпи ладно что у нас дальше дальше у нас товары гигиены есть у меня отдельная косметичка в которую я кладу все средства которыми я пользуюсь для своего лица то есть это все мои тоники крема какие-то маски там что еще бальзамы для губ обязательно бальзам для губ потому что в больнице или точнее сказать в роддоме там очень сухой воздух это обязательно все должно быть бальзам для ногтей ну и в общем все что мне необходимо для комфортного существования моего лица в больнице также я положила сюда ватные диски и ватные палочки потом у меня здесь есть батист сухой шампунь так как я не планирую мыть голову в роддоме вот вообще никак фен с собой тащить не буду шампунь тащить собой не буду ничего подобного подобного делать я там не буду следовательно сухой шампунь мне в помощь если вдруг мои волосы будут какими-то сильно противными грязными и т.д. и т.п. также я беру с собой две новые зубные щетки и зубную пасту для нас с арсиком одну маску для лица я возьму на всякий случай не знаю буду ли ей пользоваться или нет но на всякий случай я ее возьму если вдруг я захочу освежить свое лицо и также я беру биодерм свое любимое масло для душа ну то есть это гель для душа в виде масла которым я пользуюсь ежедневно и который для моей кожи просто супер супер средства также из серии памперсов очень странный продукт но мне кажется просто гениальный продукт это портативная бедета сразу объясню для чего она нужна после того как ты рожаешь ребенка и как я уже упомянула ранее тебя разрывает как петарду скорее всего тебя будут зашивать потому что во многих случаях родов женщин у женщин есть либо разрывы либо их режут а потом это все дело зашивают и после того как из тебя вышел трех с половиной как минимум килограммовый ребенок там нижнюю всю твою зону ну немного так коцает и следовательно после родов несколько недель ты чувствуешь себя мягко говоря не очень и когда ты ходишь в туалет особенно первый раз это самое ужасное что с тобой может произойти потому что это все жжет это все болит это все там в огнях не дай боже это все может воспалиться и у тебя там швы которые должны зажить если они есть знаю свой организм насколько тяжело у меня заживают раны я предполагаю что я буду достаточно чувствительна ко всей этой истории вот поэтому изобретена такая великолепная штука как портативная бедета ты ее наполняешь водичкой комфортной для тебя температуры и во время посещения ванной комнаты ты во время мочи и спускания ты просто льешь также себе водичку туда и раздобавляешь мочу таким образом чтобы у тебя не было жжения этой штукой ты можешь также пользоваться уже потом когда приедешь домой потому что часто насколько я понимаю потираться бумажкой когда у тебя там швы не знаю в какой степени как у кого конечно же это тоже не рекомендуется вот поэтому есть вот такая вот штуковина я просто от нее восторге уверена что пользоваться ей я буду вот и в общем потом сообщу как пошло если пошло то вот вам рекомендации всем мамочкам которые планируют только рожать малышей к будущем в общем-то вашим родом вот так что следите за следующими выпусками где буду давать отчет что же я реально использовала из своей сумки в роддом дальше по поводу моей личной сумочки которую я вот себе собрала так что же у меня здесь еще из супер секси вещей я взяла себе такие накладочки на грудь это в случае если появится молоко и если будет она уж сильно течь хотя в принципе я думаю что в роддоме это еще мне не понадобится просто на всякий случай беру с собой вдруг дальше я не буду брать свое нижнее белье потому что не хочу просто его испортить значит у меня как я уже сказала есть прекрасные памперсы и также есть одноразовые трусишки в количестве пяти штук случае если я в общем не буду обильно крово кровоточить и я смогу например тогда одевать вот эти трусишки и вот такие вот прокладки или обычные прокладки которые которыми женщины пользуются во время месячных вот такая штука он тоже существует дальше здесь у меня есть еще косметичка здесь значит крем для груди он называется пурилан от меделлы этот крем для сосков для того чтобы когда ты начинаешь кормить у тебя не было трещин раздражение помогает успокаивает и т.д. этот крем классный потому что его не нужно смывать также также прекрасные штуки микролакс не буду рассказать что это вы сами знаете так и еще на тему на тему на тему на тему петарды нового года и вот этой беде ты мои прекрасный я купила такую штуку которая называется bottom up специальный спрейчик который ты можешь там использовать для того чтобы обезболить жжение или воспаление или раздражение все что с тобой может там происходить после родов уже не упоминая геморрой потому что после родов давайте будем честными геморрой у нас следовательно вот эта штука натуральная прям супер пупер ее разработали акушерки и т.д. и т.п. в общем это прекрасная водичка поможет справиться с болью движением и всяким раздражением которые там возникают поэтому это тоже в помощь моей портативной бедете это все я для занятий своей подготовила господи какая сексуальная просто охренеть так носки я беру с собой обычные короткие носочки ненавижу всякие разные пушистые огромные носки поэтому у меня будут обычный также я себе приобрела вот такую вот нереальную штуку это пояс послеродовой пояс из трех частей которым я буду пользоваться дабы все мое вот это вот прекрасная замечательная растянувшиеся все после выхода малыша стянулась обратно вот этот пояс я выбрала потому что он очень дышащий крутой тоненький и мне кажется он будет крайне крайне комфортный максимально комфортный и не будет напрягать сильно плюс ко всему обещают что он не заворачивается и в случае если у тебя кесарево то этот пояс также подойдет как же мы его используем значит одна часть я сейчас не понимаю особо которая куда ну в общем сейчас скажу попытаюсь по крайней мере сказать так в общем одна часть у нас крепится на поясницу то есть эта зона талии и эта штука утягивает твою талию и утягивает твою огромную матку которая должна стянуться до 40 граммов обратно это первое потом наверх или под нее в общем есть инструкция ты одеваешь маленькую маленький пояс который одевается на твой зону желудка то есть под груди и помогает желудку и другим органам которые находятся повыше также стягиваться обратно до предыдущего твоего размера приблизительно хотя бы и еще нижняя часть по моему вот это это зона 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 тазовая то есть ты одеваешь ее на грубо говоря бедра для того чтобы и бедра и твой таз и все вот все что здесь вот внизу она также встала на место в общем какая часть куда идет сейчас не пойму инструкцию также беру с собой там роддоме уже разберусь но надеюсь надеюсь что я смогу этот пояс носить что мне будет удобно и я в общем-то нацелена на чтобы быстро все это дело утянуть одежда которую я взяла для себя я взяла на самом деле такой минимальный комплект сильно с ума по этому поводу не сходила значит так по рекомендации роддома что я взяла я взяла вот такой вот майку платье удлиненную штуковину которой я буду рожать то есть роддом не говорит о том что тебе обязательно нужно брать с собой там что-то типа с пуговичками чтобы открывалась самое главное чтобы был открыт вниз и легко это можно было бы задрать наверх когда тебе кладут малыша ну и следовательно чтобы это было тебе удобно до родов пока ты там тушишься и все такое то есть это я беру с собой обязательно это в чем я буду рожать если мне будет прохладно не знаю как там с капельницами и и педуралками и так далее я еще возьму с собой на всякий случай вот такой вот легкий кардиган который можно накинуть на себя если будет холодно ну не знаю так и после родов я намерена переодеться в пижаму то есть вот у меня есть две очень красивые прикольные пижамы которые я для себя приобрела вот такая вот клетчатая пижамочка огромного размера и вторую я купила в очень имя она как-то очень хорошо на меня села в общем-то рубашка и штанцы вот такие вот замечательные огромные штанцы в общем не беру с обои никакие халаты никакие ночнушки ничего подобного просто потому что я не 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 любитель халатов и ночнушек в принципе и в ежедневной своей жизни мне в них не комфортно не комфортно мне они не нравятся я не ношу халаты и особенно когда у меня есть лишний вес я чувствую себя максимально отвратительно каких-то там юбочках комбинашках и так далее так далее потому что первое что у меня в принципе полнеет когда я набираю вес это одически толстые ноги у меня появляются поэтому мне хочется какие-то очень удобные комфортные широкие штаны или вот пижаму и рубашку которая в общем-то будет это все дело как-то максимально прикрывать скрывать и чтобы мне было удобно особенно если учитывая что я буду надевать какие-то там мега прокладки памперсы и все такое и дополнительно я возьму две маечки которые специально для кормления также у меня там сохнет еще два бюстгальтера для кормления которые я также положу в свою сумку но в принципе из одежды это наверное все больше я не думаю что мне что-то понадобится если даже понадобится вдруг я там запачку или как-то но тогда попрошу арсо приехать домой и что-то для меня взять также одна из последних вещей которые я беру в списках и и нет это уже чисто для меня на самом деле для нашего наверное комфорта потому что возвращаясь к теме того что мы все индивидуальные разные и у каждого есть какие-то свои фишки то у меня например для того чтобы чувствовать себя хорошо особенно когда я либо болею либо мне плохо а вот состояние после родовой или родовой мне кажется в больнице она будет приблизительно такое не очень хорошая то есть запах для меня очень и очень важен и если запах отвратительные жуткие и там просто мне некомфортно плохо то это испортит мне настроение на очень долго и упорно но в то же самое время если я чувствую свой любимый запах и и как-то мне очень очень приятно то конечно же это мне сильно сильно помогает придает энергии и как-то улучшает настроение поэтому у меня тут такая штука два в одном во первых это вот такая вот маленькая лампочка ночная которую я купила для ночного кормления здесь есть несколько вариантов цветов но обычно я ее оставляю на такой теплый желтенький также здесь есть таймер и помимо этого здесь есть еще и увлажнитель воздуха то есть здесь есть мист здесь ты можешь наполнить водичку 150 миллилитров вот так вот это дело закрыть включите и здесь отсюда идет увлажнение воздуха но причем же тут запах запах при том что в этот увлажнитель воздуха можно добавлять эфирные масла и вот есть такая прекрасная компания как mystical moments от них я приобрела несколько эфирных масел и масел с ароматом для вот именно таких увлажнителей воздуха и здесь прекрасным образом распространяется твой любимый запах и в общем так как не рекомендуется при новорожденном первое время пользоваться парфюмами и разными там не знаю пахнущими штуками на теле мамы да потому что это все-таки химия кожа спирт и так далее на общем не очень хорошо то именно эфирные масла которые во-первых натуральные которые способствуют там не знаю хорошему настроению там хорошему сну и так далее например лаванда там там не знаю розы герани и так далее и так далее в общем куча 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 запахов то ими можно пользоваться в маленьком количестве и вот я повернута на чистом запахе на запахе белого мыла я уже по-моему рассказывала об этом на запахе стирки в общем я с ума схожу когда захожу например в химчистку и там я просто могу стоять и меня начинает колбасить трясти просто от этого прекрасного запаха поэтому есть у них вот такое вот масло с запахом чистого белья фрешлина называется еще есть там у них baby powder и в общем но там мыло пудра и все такое это просто что-то с чем-то для меня это просто капец я с ума схожу от того запаха и я точно знаю что вот в момент родов если вот у меня будет вот этот какой-то момент того что я обожаю люблю и что меня просто успокаивает и придает мне просто какой-то не знаю ментальный оргазм то вот это именно вот эта штука и и я точно хочу взять с собой и пользоваться плюс ко всему в роддоме очень сухой воздух и в принципе увлажнение воздуха это очень хорошая история на случай если опять же вдруг случится какое-то невероятно чудо запах будет раздражать просто в эту воду не добавляешь масло и все и просто пользуешься этой штукой как ночной лампочкой для кормления малыша пока муж спит или же увлажнителем воздуха чтобы там водичка в общем-то булькала без запаха вот а так даже в ежедневной жизни просто беру это маслица и мажу себе на кожу запястья шею и в общем-то хожу как как чистое белье пахну вот а помимо этого у меня еще есть вот такие вот сумках во всех у меня в сумках в где у меня дома в гардеробах везде если такие саше которые работают приблизительно два месяца от сенте холм тоже запах fresh in то есть это чистое постиранное белье вам дорогая с ума сойти поэтому везде я понапихала все свои самые любимые запахи и в общем-то цвету и пахну и радуюсь жизни вот эти две замечательные подушки я также беру с собой в роддом для более комфортного пребывания нам с арсиком будем спать на своих красивых подушках в общем будем будем максимально создавать для себя атмосферу и кайфовать и на самом деле я вот смотрю вот все эти курсы подготовку преимущественно американские курсы их я кстати в линках в линках где-то добавляла по моему в последнюю пятницу своих отчетов или предпоследнюю и там в общем-то акушерки так и говорят что ребят в принципе в родах это хорошая история когда приглушенный свет когда какая-то мягкая тихая музыка когда мы не разговариваем когда нет лишних людей потому что организм женщины он готовится к родам он производит окситоцин лучше когда женщина находится в гормональной тихой приглушенной атмосфере они когда у тебя там миллион разговоров куча народу все громко жутко и непонятно и в общем нет вот этих каких-то моментов которые придают тебе вот этого внутреннего твоего комфорта и вот с этой точки зрения я на самом деле понимаю этих женщин которые рожают дома в ваннах там я не знаю где-то в каких-то там травушки-муравушки на бали и так далее и так далее но типа аля натуральные роды вот этой точки зрения конечно понимаю и я с этим согласна поэтому для себя я хочу создать максимальный комфорт для того чтобы роды проходили намного более благостно и как-то чтобы этот весь процесс был в общем максимально максимально комфортным это для меня важно это мой приоритет и поэтому собственно вот это вот все она будет я надеюсь барахлишка мне помогать в этом процессе вот а как на самом деле это все пройдет мы узнаем только по факту по факту общего родов и буду рада вам потом доложить помогло али нет на этом сегодня все спасибо что смотрели этот видеоролик пишите в комментариях что выбрали свою сумку и в сумку мужа в роддом и что вам помогало максимально расслабляться и проживать ваши роды как можно более благостно мне будет интересно почитать на этом сегодня все до следующих встреч увидимся в следующем моем видеоролике как я уже говорила ранее не знаю когда это будет буду ли я брать отпуск или нет случае если возьму но вы об этом узнаете потому что ролики не появятся или появится в общем как пойдет все на этом все пока